Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-канал, сейчас время бизнес-класса, программы, на которой мы встречаемся с успешными бизнесменами, с успешными бизнесменами нашей любимой Родины. Это всегда приятно, кстати, я вам хочу сказать. Не будет исключением и сегодняшний эфир, сегодня мы будем говорить о том, как открыть в России частный музей. Я бы, знаете, еще сформулировал, зачем открывать в России, если да, мотивация какая-то, помимо личной любови к тому или иному предмету. И тем не менее, мы поговорим о том, как это сделать, возможно ли сделать без поддержки государства, то есть на собственные средства, ну и о многом другом интересном мы тоже поговорим. С удовольствием представляю, сегодня в студии бизнес-класса Наталья Потапова, соучредитель музея занимательных наук, внимание, экспериментаниум. Вот так я с трудом, но выговорил все-таки это сложное название. Наташа, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, я напомню вам, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы Наташе, ну и можете написать на сайте нашей компании finam.fm, этот адрес тоже вам знаком. Итак, все вроде бы, да, приготовления мы с вами сделали. Давайте начнем, начнем, ну и если не возражаете, Наташа, все-таки этот вопрос, а зачем? Зачем вот это все нужно-то? Зачем открывать частный музей? Ну, мне кажется, как в любом успешном бизнесе, да, залог этой успешности, это заинтересованность создателя в предмете, которым он занимается. На самом деле, когда начинался весь этот процесс, эта идея пришла в голову. Вам пришла в голову? Нет, честно говоря, это моим партнерам она пришла в голову. Ну, чем они были мотивированы? Мотивированы мы, собственно говоря, все были интересом очень большим, да, потому что мы росли в Москве, соответственно, мы там все около 75-76 года рождения и застали еще период, когда достаточно активно в Москве присутствовали дома пионеров, кружки, были замечательные журналы, там, юный техник, юный физик, были книжки достаточно широко представленные. Вообще, надо сказать, что детям было чем заняться все-таки, да, 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 и, собственно говоря, мы пришли к тому, что наши дети подрастают и как раз входят в возраст вот такой активного, да, пионерский, да, 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 и выясняется, что на самом деле, как сказать, все в руках родителей, то есть надо кружки по интересам устраивать в собственной комнате, в собственной квартире. И как-то понятно, что здесь явно можно какой-то синергии было бы добиться, во-первых, во-вторых, просто было интересно создать такое место, где можно было бы совместно проводить время детям и взрослым. Опять же, вот приходишь с собственным ребенком... Причем активное, так понимаю, да. Активное, активное, созидательное... Место таких можно найти, вот в кафе. На самом деле кафе, да, в кафе все закончится тем, что ребенок через 10 минут ожидания заказа говорит, мама, ну дай мне айпэдик, пожалуйста, он берет айпэдик и уходит в себя, да, а мама, значит, развлекает себя беседами с подругами, там, с коллегами, с супругом и так далее. Здесь идея в том, чтобы всей семьей можно было активно взаимодействовать с этими экспонатами, да, активно, собственно, познавать. Давайте поподробнее просто расскажем. Во-первых, название, вот это еще раз я сейчас потренируюсь. Экспериментаниум, так это звучит, да, что-то это значит. Название, да. Или попытка с оригинальничать была такая. Да, ну, название рождалось в муках, честно говоря, потому что достаточно много схожих мест есть в Европе, там, в Штатах и так далее, и так далее. И здесь хотелось, с одной стороны, не повторить, с другой стороны, какое бы название ни придумали, выяснялось, что кто-то до нас уже это придумал. Поэтому решили найти такой вариант, который, с одной стороны, бы заставлял напрягать сознание уже на этапе знакомства с музеем, а с другой стороны, ну, точно нигде бы такого уже найти было нельзя. Ну, тем не менее, все-таки, да, слово эксперимент, вот, внутри этого названия, оно ключевое, да? Да, конечно. Потому что там что-то экспериментирует, чем-то взяло, над чем-то все время экспериментирует. Да, конечно. Расскажите, расскажите. Над чем, ну, на самом деле, мне кажется, что вся, вот это очень важно понять и очень важно, мне кажется, донести до детей, что процесс познания и образования, он такой непрерывный. То есть, если человек считает, что, а, я закончил школу, я все знаю, а я закончил институт, я с образованием с вами завершил, я прочитал вот эту книжку, закрыл вот это, и все, я теперь все. Да, на самом деле, это не так, это очень важно понимать, важно понимать, что любое действие, любое, вот, как сказать, активное бодрствование, оно приводит к познанию, да, к образованию. И важно не забивать свое время какими-то жвачками, которые вот этот процесс интереснейший, да, и увлекательнейший, как-то закрывают для человека. Я предположу, что этих жвачек в нынешней время огромное количество, например, какие? Ну, на самом деле, я считаю, что я в свое время, у меня, поскольку растут двое собственных детей, да, я в свое время с психологом как-то консультировалась на эту тему, я не считаю правильным закрывание каких-то направлений, там, да, за исключением, там, алкоголя и наркотиков, да, для детей. Ну, вот, например, я не считаю, что правильно говорить, что мультики, там, категорически запрещено, потому что я вижу, что... Мультики тоже разные. Есть, да, есть ряд мультиков, которые, на самом деле, очень здорово обогащают и язык ребенка, и, вот, так сказать, какое-то восприятие, и расширяют его мир. То же самое, там, с играми те же самые, да, если это... Компьютерными. Да, если это дозировано, это достаточно, там, активно развивает реакцию, там, еще что-то такое, какое-то пространство, ну, в общем, развивает так или иначе. Ну, если человек подсаживает исключительно на это, то, получается, все эти негативы, которые получаются. Та же самая жвачка, я думаю, что, действительно, если ее, там, дозировано применять, она, действительно, наверное, как-то защищает от кариеса. Но если это бесконечно жевать, то получится язва желудка, никуда от этого не денешься. Вот, поэтому, вот, история была такая, очень хотелось создать такое место, где собственные дети, не только собственные дети могли вместе с родителями, всей семьей, вот, погрузиться в этот процесс, такое познание через кончики пальцев, да, то есть не через виртуальную картинку, когда, вот, ты садишься, и тебе начинают какими-то образами в тебя это все заталкивать. Такой... У него этот был такой гаечный, что-то подкручивается. Да, да. И это был, какой был метод ухаживания? Вот, если ты вдруг обнаруживаешь свой велосипед, а он там перебран, да, и там все замечательно работает и крутится, ты понимаешь, что, ага, значит, это кто-то ночью свой велосипед забрал, все перетер и вернул его уже в таком виде. Вот, очень приятно. И главное, что не было вот это ощущение, что булочки растут на деревьях, да, потому что хорошо, конечно, двигаться вперед, никто не против этого, но отрываться вот такой от жизни... От действительности. От действительности, да, от материального мира. Мне кажется, что это тоже такой немножко путь тупиковый, да. В тупиковый, совершенно верно. Ну, так как все-таки выглядит экспериментанием-то? Ну, во-первых, вы обязательно приходите, потому что это сложно... Обязательно приду, обещаю. Мы когда с коллегами разговаривали на эту тему, они как раз говорили, что, с западными коллегами, я имею в виду, что очень важно не столько содержание, сколько атмосфера. И мы очень долго как раз обсуждали вот эту тему атмосферы. А причем из чего, да, из чего слагается атмосфера? Да, из чего слагается, да, потому что это вообще такая мистерия, я бы сказала. Да-да-да-да. Вот, и поэтому мы очень долго это обсуждали, как это решить, вот в решении, как это сложить, да, из решений интерьерных, из цветовых, да, экспонатных, там, наборы экспонатов, правил каких-то и так далее. Запах обязательно должен быть. Да, да, ну, да, да, то есть вот, да, у нас первое время даже играл, нет, не Монцарт, а кто-то у нас еще играл такой... Бивальди, предположу, нет? Нет, 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 что-то было подинамичнее, но неважно. Но потом мы поняли, что просто когда народу много, то это все... Не слышно. Не слышно, более того, это дополнительные какой-то вибрации. Гул какой-то, да, общий гул. Да, гул дополнительный, да, и никакой там уже гармонии уже никакой не чувствуется. Вот сорта в тишине, конечно, нужно слушать. Безусловно, да. Вот, собственно говоря, вот музей состоит из таких многих слоев познания. Собственно говоря, сами интерактивные экспонаты, это различные мастер-классы, это различные экскурсии. Наташа, сразу, а экспонаты чего? Интерактивные экспонаты, это что такое? Я пришел, там стоит... Интерактивные экспонаты, например, ну, от простых, начиная от самых простых. Это стул с гвоздями, на который можно сесть и понять, что на самом деле, ну, выглядят устрашающе. На самом деле на нем можно сесть и посидеть совершенно спокойно. Прямо вот так на гвозди. Как для йогов все равно. Да, как для йогов, вот они торчат, можно сесть и посидеть. Вот, поскольку у нас из-за отсутствия... А в чем подвох-то, я не понимаю. А подвох в том, что, ну, как гвоздь острый, да, но если их много, то, соответственно, распределение нагрузки таково, что перебестаешь чувствовать... То есть кнопки, да, на стульях вклассить после посещения вашего музея, они уже не годятся. Да, уже не годятся. На самом деле родители, когда устают смотреть, как чадо там резвятся, они, я смотрю, очень так хорошо притуляются на этом стуле и сидят себе в свое удовольствие. Забавно, очень забавно. Вот так бывает, оказывается. Наташа, мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим беседу, будете рассказывать еще. Итак, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Наталья Потапова, соучредитель музея занимательных наук «Экспериментаниум». Ну и тема нашего эфира связана непосредственно с музеями, с экспериментами. Мы говорим о том, как можно открыть в России час, зачем, главное, что это делается, да, и возможно ли сделать это без поддержки, ну, государственной или чьей-то, либо другой. Я напомню еще раз, телефон студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Наташа, ну и продолжим все-таки, да, вот этот интересный рассказ о экспонатах вашего музея живых, помимо стула забавного с гвоздями. Что там еще есть? Да вот там, на самом деле, 6 разделов присутствуют. Это раздел, связанный с физикой, ну, так, с физикой в целом, да, с механикой, с оптикой, да, с механикой. Есть разделы, связанные с... Электричеством. Есть разделы, связанные с электричеством, есть разделы, связанные с автомобилестроением, я бы сказала так. Есть разделы, связанные с анатомией, и там тоже есть, так сказать, сфера эксперимента. Вот, собственно, все это представлено, и можно, соответственно, пройти экскурсию, которая позволит, так сказать, углубиться во всем, изучить все направления, а можно, собственно говоря, в экскурсии сфокусироваться на одном из них, да, и получить более подробную информацию. Периодически у нас проходят выставки. У нас была выставка Леонардо, это гений эпохи Возрождения. Это, собственно говоря, выставка, в которой как раз те же самые интерактивные экспонаты были представлены, то есть экспонаты, которые можно крутить, вертеть, с которыми можно взаимодействовать, которые не за ленточкой... Ну, Леонардо как ученый выступал на этой выставке, да? Как инженер, как инженер, да. То есть это просто взятые чертежи Леонардо да Винчи, и они воплощены в жизнь, да, и их можно, соответственно, крутить, вертеть. То есть основное удовольствие от посещения вашего музея, видимо, возникает по причине того, что все можно потрогать руками, да? Классические музеи как раз запрещают это делать. Да, классические музеи запрещают это делать, и это абсолютно оправданно, потому что наши экспонаты, как сказать, в сроках жизни у бедолага где-то 24 месяца. 24 месяца после этого... 2-4. 2-4, да, не 24, чтобы было бы приятно, а 2-4. Дальше их приходится либо... Ну, это накладно. Да, либо ремонтировать очень, так сказать, капитально уже. Либо новые. Либо они просто, да, идут в утиль. Вот. Это то, что касается, как сказать, и расходной части нашей экономики. Я думаю, что это не единственная из расходных частей вашей экономики. Это точно, да. Давайте тогда поговорим о том, как, в принципе, да, картина эта выглядит. Сложно ли музей открывать? То есть здесь мы говорим уже, да, о музее как о бизнесе неком. Там есть какая-то специфика. Музей — это вот отдельная история. Магазины открыть проще или, условно говоря, там сложнее, потому что надо вот это, вот это сделать. Да, там производство вот так надо. А музей — это, он попадает, я не знаю, по какую-то юридическую особенность или нет? Просто вы регистрируете предприятие частное или что-то там ООО, ЗАО и вперед. Ну, есть, конечно, налоговые льготы, вот по налогам добавленной стоимости, она существует на билеты, но это не связано, не только к музеям относится. Это некий социальный бизнес такой, да? Да, к паркам, там, циркам и так далее, все это относится. Это льгота. А так, в принципе, все остальное точно так же. Как и любой другой. Да. Главное, идея, чтобы была, да, дальше регистрируем предприятие, берем здание в аренду. У вас большое помещение, кстати? Две с половиной тысячи квадратных. Ну, это какой-то отдельно стоящий, да, бывший завод? Первый, да, бывший завод. Когда мы зашли в это помещение, там так хорошо было по колену масло, по коленку, да, масло залито стояло, гигантские станки, такие, тяжелого машиностроения. Пришлось все это дело освобождать еще. Да, их вывозили, мы там все это делали, масло удаляли, стяжки меняли, там перекрытие реставрировали. Много было вложено, да, в прямом переносе, ну, в смысле? Сил было потрачено много, да. Ну, и я уж не знаю, как давно вы этим занимаетесь, с 11-го, по-моему, года, да? Вот я как раз сейчас сидела и сутки пыталась вспомнить, с 10-го, по-моему, с марта 10-го, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, грубо, три года, да, вашему детищу уже? Да, да. Три года. На окупаемость вышли вы уже? На окупаемость... Или вообще мы говорим о финансовых результатах каких-то? Или это для удовольствия, это способ самореализоваться? Ну, здесь, как сказать, пока что все, что мы зарабатываем, мы реинвестируем. Реинвестируем, потому что нам это интересно. То есть, каждый раз, когда... Ну, вот эти, кстати, реинвестиции, да, они в сломанные экспонаты в основном уходят, или что? Они уходят в основном в сломанные экспонаты, во-первых, во-вторых, в создание новых экспонатов, в-третьих, это создание музеев в других географических точках, вот в этом... Это здорово. Кстати, много уже этих музеев в других географических точках? Ну, вот музеи... Вообще сейчас пошла такая волна. То есть, у вас некая сеть? Да, по России пошла волна, они где-то, так сказать, открываются с нашей, так сказать, консультационной помощью, без нее. Кроме того, открываются еще именно те музеи, которые открываем мы под нашим брендом, как сказать, полностью сами, соответственно, делаем. Это в Киеве мы совместно с нашим киевским партнером открыли музей. Мы открывались на летний период в прошлом году в Сочи. Мы открывались в Саратове на два года, мы открывались в Перми, сейчас мы присутствовали на вот Белых ночах, и в Белгороде мы уже второй год. Ну, смотрите, понятно, наверное, да, почему в Сочи вы на лето открывались, а почему, например, в Саратове, да, по-моему, на два года? В Саратове на два года, да, тестировали мы вот такую региональную форму присутствия. Да, да, региональную форму присутствия. Так, очень интересен, результат теста какой? В регионах не нужен никакой музей. Результат теста, знаете, какой? Потребность такого музея не напрямую связана с уровнем доходов населения. Давайте еще раз, не напрямую. Не напрямую. Или вовсе не связана. Ну, какая-то корреляция там есть, честно говоря, модель-то финансовую, математическую не читала, вот этих связей. Но вот есть такое понимание, что есть, так сказать, регионы и есть города, где интерес в проведении совместного времени с ребенком большой. Понимание, что в ребенка нужно вкладывать, и это, так сказать, цинично выражаясь, самая доходная инвестиция, это понимание... Очень цинично. Хотя, да, мысль-то верная. Ну, какая-то формулировка циничная. Да, я предупредила, что цинично выражать. Вот, и такие регионы есть, да. И я хотел бы уточнить, то есть, опять-таки, речь идет именно о географической составляющей. Есть регионы, где это понимают, а есть регионы, где это не понимают. И абсолютно это не связано с тем, что этот регион, ну, условно говоря, более доходный, да, и там платежеспособность населения более высокая. А в этом нет. Это еще не связано. Да, ну, понимаете, мне сложно делать, так сказать, вот, говорить и ставить в этом точку. А статистики будет сложно. Потому что, да, потому что если бы мы там открыли, грубо говоря, 200 музеев, да, и можно было бы как-то... Ну, вот, по моим личным ощущениям, вот здесь есть такая сложная корреляция, да, то есть, все-таки важнее не уровень доходов населения. Ну, грубо говоря, да, человек принимает решение, пойти мне, выпить мне бутылочку пива или пойти с ребенка в музей. Или мне пойти там в 3D кинотеатр или пойти с ребенка в музей. И вот, на самом деле... В одном регионе, да, за пиво, а в другом регионе за музей. Принятие решений окончательных, оно зависит не только от уровня дохода. Ну, и деньги, например, те же, да, либо я потрачу на билет в кино, либо потрачу на... Ну, результат иной. Да. Результат иной. Ну, вот, на самом деле, опыт Сочи как раз показал, что не самая востребованная услуга в Сочи лесом. Да, музей занимательных... Я, знаете, подумал, ну, а что вы хотели-то, вы едете в Сочи летом и пытаетесь, да, предложить людям ходить по музеям. Даже если там на стульях гвозди торчат, что могло быть развлечением таким, да, летним. Ну, тем не менее. Но, с другой стороны, вы приехали в Саратов на 2 года. Я так понимаю, это срок имел, конечный срок имел, да, этот проект, именно потому, что вы пробовали, да. То есть вы говорите, давайте мы попробуем 2 года, а потом посмотрим. И результат отрицательный, я так понимаю. Ну, он такой, неположительный, я бы сказала так. Ну, в результате вы оттуда съехали. Мы вот так, да, через 2 года мы оттуда съехали, да. Ну, что ж, жаль, конечно, жаль, что у нас есть вот эта... Ну, я думаю, что дорога осилит идущие, во-первых, да. Может, просто саратовцев чем-то, или саратовцев не смогли заинтересовать, может, специальные нужны. Конечно, безусловно. Здесь, возможно, как сказать, проблема не только в потребителе, но и в поставщике услуги, да. Это тоже весьма вероятно. Но вот в Белгороде, например, другая картина. Там, несмотря на то, что город этот меньше, чем Саратов, да, тем не менее, интерес и посещаемость, и вообще какое-то, так сказать, место музея в городской жизни, оно совершенно другое. И даже не только городской, а в жизни региона. Ну, как-то совершенно по-другому. Он работает до сих пор, да? Да, он работает. Ну, сейчас на лето мы меняем там место расположения на более комфортное, более удобное. Тем не менее, в Белгороде, да, он продолжит свое существование. Ну, и возвращаясь, да, вот, что называется, к развитию вашего бизнеса, значит, развивается он по нескольким, я так понимаю, направлениям. Я их сейчас не географически имею в виду. То есть вы непосредственно, да, с вашими партнерами открываете, да, подобные, под вашим брендом заведения, либо, я предполагаю, да, я не совсем понял просто из вашего рассказа, либо вы каким-то образом идею делегируете, что ли, да, и позволяете ее эксплуатировать, так сказать, немножко. Нет, просто к нам приезжают очень часто люди из регионов, которые заинтересованы в открытии подобных музеев. Подобных. Да, да, и, соответственно, мы либо там рассказываем, как это. То есть вы делитесь просто своим опытом? Да, делимся неким там опытом. А есть вообще пример такой, что вот кто-то приехал из региона, наверное, все же, да, вот, вы с ним побеседовали, рассказали, он поехал, сделал что-то свое, и вот оно, как оно, работает, не работает, есть такие примеры? Вы знаете, ну, как-то, то, что связано с российской, так сказать, сеткой, да, мы здесь как-то не очень подробно, не очень детально контактируем, да, с коллегами. Ну, по сути, с вашими, да, коллегами, конкурентами, можно даже так сказать. Ну, возможно, да. Я даже не знаю, с чем это связано. Ну, то есть у нас какой-то такой вот на базе стартапа, да, взаимный интерес, не взаимный интерес, а интерес к нам есть, потому что действительно интересно приехать в Москву. Очень часто делается просто даже не очень официально, просто приезжают, люди смотрят, как это устроено, как это работает, насколько это, собственно говоря, вызывает интерес у населения, да, вот, идет где-то прямое копирование, где-то там частичное копирование, где-то еще что-то. Ну, абсолютно не напрягает, потому что это все равно, как сказать, общее благо. У нас нет задачи, как сказать, присутствовать в каждом регионе, да, у нас... Ну, у вас должна быть задача зарабатывать деньги, вот у вас есть такая возможность, словом говоря, там, франшизу продавать на вашу идею, это же ваша идея, ваше изобретение. Интереснее, честно говоря, мы сейчас работаем еще над двумя направлениями, да, музейной интерактивной деятельности, сейчас создаем эти экспозиции, это так все очень сложно рождается, потому что это такие новые направления. То есть они отличаются от того, что сейчас есть? Они отличаются от того, что сейчас есть. Об этом можно рассказать? Я даже сейчас, честно говоря, не очень хочу об этом рассказывать, потому что... Чтобы не сглазить. Ну, чтобы не сглазить, чтобы все это довести, так сказать, до точки уже реализации. Вот, поэтому... Хорошо. Это интереснее. Пытать я вас не буду, да, мы сейчас прервемся, тем более надо новости послушать, а потом мы продолжим. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Наталья Потапова, соучредитель музея занимательных наук «Экспериментаниум». И мы говорим о том, как, собственно, музей рождается в России. Частный музей, причем я хочу подчеркнуть, музей, который, ну, по определению, да, бизнесом является. Музей бизнесом. Приносит дивиденды, приносит прибыль. И участие государства сейчас хотелось бы обсудить. Я еще раз напомню, телефон студии 6510-996, код Москвы-495, и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Наташе. Тема очень любопытная. Вот, учитывая, что все же, да, тему, которую мы обсуждаем сейчас, создание музея, ну, и благое дело, по большому счету, да, с точки зрения воспитания подрастающего поколения, вот, это, конечно, некая социальная направленность бизнеса, да, подтверждает некую социальную направленность бизнеса, что в конечном итоге, учитывая сейчас активную помощь, да, государственных структур для того, чтобы эта идея социального бизнеса развивалась, да, поддерживается. Вы чувствуете эту поддержку? Или каким-то образом, может быть, да, вы эту поддержку искали, получили ли? Смотрите, вот, музей экспериментанием, это был наш такой первый проект, да, который мы в этой сфере реализовали. И, собственно говоря, было очень четкое понимание, что с первым проектом нельзя идти к государству, потому что, когда ты приходишь и говоришь, вы знаете, я вот такой весь из себя, хочу вот создать такое чудесное место, ну-ка дайте-ка мне быстренько помещение и денег, и вообще всего на свете. Ну, понятно, что это, как сказать, не очень серьезно, да, я думаю, что государство... Нет, смотрите, если исключить интонацию, с которой вы все это озвучили, все остальное мне видится, наоборот, более чем логично. А тем более идея-то какая, мы же с этого начали. Государство, у тебя нет пионерских домов пионеров, у тебя нет кружков сейчас, у них мало, их не хватает, детям, вот они сидят целыми днями там в подъезде или на улице. Давайте я сейчас вот... Согласна, но я думаю, что, как сказать, это вполне разумно. Конечно, государство должно реагировать на такие посылы от людей и там компаний, которые что-то в этой сфере сделали. Когда человек приходит и говорит, вы знаете, я всю жизнь работал в банке, а теперь я хочу заняться детишками, дайте денег, пожалуйста. Ну, вот это как-то странно. Ну, не знаю, Наташа, а вы пробовали сами? А мы так и сделали. Нет, мы так как раз не сделали, поскольку мы раньше... В общем, заметьте, а я работал в банке, сказали вы, да, и человек, чиновник, к которому мы пришли, он говорит, ой, ты не просто, я не знаю, там, землю копал, землю копал, а теперь дайте я с детишками. Это человек банковское образование, имеет опыт работы, и наверняка уж бизнес-то он построит так, да, надо ему только помочь. Чем тебе помочь, друг мой? В помещении, вот у нас стоит здесь огромное помещение, пожалуйста, субсидию какую-то, с удовольствием. Ну, вот честно, общаясь теперь с, как сказать, с государственными органами, да, я как-то чувствую себя... Уверенней. Уверенней, да, потому что мне есть что предъявить, есть что показать, достаточно успешный проект, который действительно имеет социальную направленность, который действительно там получился, который действительно является там образовательным проектом и так далее. Потому что я подозреваю, что достаточно много, так сказать, сограждан нарезают круги вокруг государственных органов с разными красивыми плакатами. Что за этими плакатами, на самом деле, кроется, не очень понятно. Ну, я вас понимаю, логика очевидна, безусловно, да. Во-первых, для вас самой наверняка, да, это уже некий повод для самоутверждения, что я не пришла с протянутой рукой. У меня есть некая идейка, ребят, помогите мне. Нет, смотрите, вот эта идея реализована, как вы вообще смотрите на это дело? Да, конечно, сейчас, сейчас. С другой стороны, смотрите, Наташа, палка двух контактов, я подумал о том, что чиновник, на месте чиновника, разговаривая с вами, так, может, да, немножко поможете сказать? Милый друг, у тебя все и так получается, чего бы ты пришла? Давай ты уж самостоятельно действуешь, тем более у тебя банковский опыт, бизнес успешный, у нас есть, вон стоит, вот очередь там стоит. Все получается, все получается и все может существовать, но вопрос в масштабах, потому что одно дело, такой масштаб, который может существовать там в рамках частного финансирования, другое дело масштаб, когда это уже можно финансировать совместно с государством. То есть мы доказали свою состоятельность, как, как сказать, как менеджера, да, в этой сфере, поэтому теперь мы можем, на мой взгляд, достаточно, так сказать, на равных общаться и предлагать какие-то проекты уже вот именно на равных, да? Ну и пример-то этому есть, что вы теперь уже, да? Будет, я уверена, что будет, да. То есть это в тех самых, да, планах, которых громадье, о которых разговаривать сейчас пока еще не время, да? Ну, да. Ну, все-таки вы заинтриговали меня вот этими новшествами, которые вы сейчас планируете реализовать. Ну, на самом деле, да. В общих чертах. В общих чертах. Идея интерактивности, она, на самом деле же, очень плодотворная идея. Она, вот на нас обижаются работники классических музеев, но мы, на самом деле, абсолютно не пытаемся, никогда не стремились, не считаем правильным, так сказать, как-то делить с ними лавры, потому что классический музей, это вещь совершенно вообще непререкаемая, необсуждаемая, да, безусловно, они должны быть. Они действительно обижаются? Откуда эта идея-то, что они обижаются? Вы же разными вещами, по сути, занимаетесь. Ну, название похоже. У нас музей. Видите, ну, вот мы же тоже музей. Да-да-да, какой вы музей. Ну, да, иногда они считают, да, что мы назвались музеем совершенно, так сказать, не имея на это права. Это как классический академический театр, может, да, обижаться на какие-то вот архаусные вещи, на современный театр, потому что, ну, что вы себя театром называете, вы, да, ужас какой. Нет, вообще ужас, но на самом деле я просто видела глаза сотрудника классического музея, которая пришла к нам в музей, и увидела, как у нас посетители общаются с экспонатами. Финично, я думаю. Просто жестоко немножко. Жестоко. И у нее был такой ужас в глазах. Я его поняла, понимаю, потому, как сказать, если я бы поставила тебя на ее место, я абсолютно была бы в таком же ужасе, потому что, когда ты нанимаешься хранением ценностей, так сказать, которые имеют, ну, так сказать, такой вот... Ну, действительно, действительно, да, на долгие, на многие поколения, да, стратегическую ценность, да, и представить себе, что вокруг них может вот так вот безумные дети с родителями нарезать в таком ажиотаже, там, крузить, вертеть и выламывать, это, конечно, да, конечно, я ее понимаю, этот шок эмоциональный. Вот. Ну, собственно говоря, я считаю, что и мы тоже имеем, так сказать, право небольшой клочочек места под солнцем, да, потому что мы занимаемся, собственно говоря, той же самой проблематикой, только немножко с другой стороны, с другого ракурса. Ну, и в разговоре об интерактивности, да, мы, собственно, хотели бы рассказать о новшествах, которые планируются. Ну, новшества, да, которые планируются. Вот я лично просто в своей жизни сталкиваюсь с тем, что сограждане достаточно мало образованы в сфере, ну, так сказать, банальной анатомии медицины. Это обидно, потому что... Ну, сограждан можно понять, они, многие жили еще при советской власти. Здесь, знаете, что интересно мне рассказывал мой свекор, который медик, он рассказывал, что существует такое исследование, которое показывает, что эффективность медицины, опять же, связана не только и не столько с бюджетом медицинских учреждений, сколько с уровнем образования населения. Ну, то есть эффективность медицины связана не столько с медициной, да, как таковой? Да, да, с уровнем образования вообще. С не ее представителями, а, наоборот, с образованием пациента. Да, потому что, грубо говоря, там у человека закололо в левом боку, один решил, что ему срочно надо вызвать скорую, да, а другой решил, что ему надо хлопнуть полстакана, и все пройдет. Один выжил, другой нет. Или там муж пришел домой... Я хотел уточнить, кто из них выжил. Видимо, второй все же. Муж пришел домой на четвереньках, и плохо там ворочает языком, жена добавила ему скалкой, да, с утра он не проснулся, потому что это был инсульт, да, ну и так далее. Страшные истории вы сегодня мне рассказываете. Да, ну, в общем, вот как-то есть идея, что в этом направлении можно хорошо... Можно двигаться, можно работать. Да, хорошо заняться интерактивным познанием. Да, и есть еще замечательная сфера, тоже связанная с названием вашей компании, это сфера, связанная, например, с финансами, да, с преодолением... Финансовой неграмотности, да, да, потому что, да, и существует... Для меня лично это очень тонкая тема, ну, именно потому что, вот, да, я работаю и здесь, я работаю в инвестиционном холдинге, и непосредственно занимаюсь, по сути, если говорить так, обобщая, да, именно, вот, пропагандирую финансово-гранностное население, и соглашусь, что это... Да, потому что, да, правда, замечательная бывает история, когда человек говорит, дорогой, пожалуйста, я тут кредит оформляю в отечный, подпиши за меня договор, поручительство, ну, это так, формальность... Ерунда какая. Ерунда, подпиши. Если что, просто тебе позвонят и скажут, вы знаете такого? Да, знаю, ну и все. Ну, человек подписывает, и, соответственно, когда через три года объявляется, что он, оказывается, должен пить квартиру какого-то Васи, которого он подписал, он не является. Ну, смотрите, я могу представить себе, допустим, да, варианты интерактивного экспоната с точки зрения медицины и анатомии, да, ну, наверное, по крайней мере, это как-то рисуется уже. А вот с точки зрения финансовой грамотности населения, что вы там прям будете договора какие-то читать, зачитывать, да, и говорить, где подписывать, где не подписывать, что надо читать внимательно, что не... Как это может выглядеть? Ну, это вот у нас сейчас как раз, мы этим сейчас занимаемся. Будет выглядеть очень занимательно и очень интерактивно. Рассматриваем сейчас разные варианты, да? Да, да. Рассматриваем. Позвонили там друзьям, знакомым, да, заняли денег у них. Да, позвонили друзьям, знакомым. Так это выглядело? Открыли тумбочку. Открыли тумбочку. Перевернули вверх тормашками. Ну, в принципе, это затратное дело, вот для того, чтобы, да, подобный проект с нуля, стартап этот с нуля, зайти. Да, это затратная история. Мы сначала хотели пойти простым путем и заказать, пытались заказать в Европе и в Штатах комплект экспонатов. Нам оттуда прислали... А такая есть возможность, да? Да, конечно, да. Нам оттуда прислали, как сказать, прайсик, коммерческое предложение, вот. И вы ужаснулись. Мои волосы стали дыбом. Тумбочка сказала, что она на это не согласна. У меня столько нет, сказала Тумбочка, да? Я не такая большая, да. И пришлось создавать собственное нинь, собственное производство. Делать, заниматься разработкой. А возвращаясь к американскому прайсу, действительно, там это вот на производственной основе уже, да? Хотите музей открыть, у нас уже есть готовые, покупайте, расставляйте и вперед. Ну, нет, это все-таки, как сказать, не такой стандартизированный продукт. Но, тем не менее, есть компании, которые занимаются производством экспонатов, есть такие музеи, при них тоже есть небольшие производства. Это все, конечно, такой, как сказать, малолитражный эксклюзив. То есть, это не вот какой-то безумный поток. Это все-таки не Макдональдс и так далее. Да, да, да. Ну, именно поэтому, наверное, ценник-то и зашкаливает. Ценник зашкаливает. Хоть и малолитражный, но эксклюзив. Нет, ценник зашкаливает по разным причинам. Во-первых, потому что это, как сказать, наличие инженерной мысли. Раз. Это дорого в Штатах и в Европе. Наличие дизайна. Два. Это дорого. Здесь опять надо сказать, все это эксклюзивно. Да, да. Кроме того, наличие задумки. Потому что, как интерактивно представить какой-то там физический, оптический закон с помощью таких простых, кстати говоря, очень остроумных иногда экспонатов, это тоже... Это непросто, да? Это непросто. Может быть, даже в этом смысле это самая затратная часть. Идея всегда даже... Да, вот то, что мы сейчас как раз делаем, это как раз, так сказать, новое в области интерактивной экспозиции, интерактивных музеев. И мы просто столкнулись с тем, что самое сложное это придумать, как, собственно говоря, вот этот простой факт, иллюстрировать интерактивным экспонатом. Это отнимает очень много времени и сил. А как это потом еще инженерно решить? А как это потом дизайнерски? А есть специальные люди или вы все-таки самостоятельно справляетесь? Самостоятельно, самостоятельно. Молодцы. Еще раз прервемся, новости на Финам.фм потом. Ну что ж, друзья, бизнес-класс, последняя часть нашего эфира. Я напомню, мы сегодня обсуждаем ситуацию с развитием частных музеев. Вот так, если позволить, я перефразирую тему нашего эфира. В гостях у меня Наталья Потапова, соучредитель музея занимательных наук Экспериментаниум. Кстати, Наташа, еще один вопрос. Ну, помимо того, что действительно название удалось, Экспериментаниум, я уже его легко выговариваю, кстати. А вот все остальное, музей занимательных наук, это тоже ваша идея или есть некая классификация? Вот есть музей, условно говоря, изобразительных искусств, есть музей и так далее, а вот есть музей занимательных наук. А на самом деле название музея занимательных наук, оно возникло в России, оно возникло в Питере накануне войны. Наш соотечественник Яков Перельман, собственно, организовал такой музей, такой центр для детей, где как раз физика излагалась простым языком с помощью интерактивных экспонатов. Собственно говоря, он же был автор книг многочисленных, занимательной арифметикой, занимательной геометрией, занимательной физикой, труды и так далее. Поэтому это название существовало. На Западе оно немножко трансформировалось, там Science Museums, это называется музей науки, и Science Centers, то есть это научные центры. Но мы решили, что мы все-таки будем в российской классической традиции пребывать. Конечно, будем патриотами, тем более, что, оказывается, все это уже в России было достаточно давно. Да, в России, собственно. Ну, это есть, да, как всегда, и славяно-филы, и западники, есть часть коллег, которые считают, что эта идея родилась в России, а есть часть коллег, которые говорят о том, что она родилась там, может быть, конечно, в России, но потом случилась блокада, и блокада всем уже была не до того, потом случился там застой, потом перестройка, и, в общем, как-то было всегда не до интерактивных экспонатов. Ну, тем не менее, и те, и другие позиции-то, я так понимаю, одна, потому что идея-то все-таки в России, просто реализовали ее сначала на Западе, как опять-таки часто бывает, да, а потом оттуда уже... Ее развили, да, развили очень активно там, а потом, да. Потом она вернулась сюда, и мы думали, ой, здорово, как они там придумали. А оказалось, нет, придумали-то здесь, но не было возможности по разным причинам. Да, да, да. Наташа, вот, возвращаясь в ваш музей, зашли мы, да, насладились огромным количеством интерактивных экспонатов, ну, подустали, честно говоря, тем более уж что-то, греха таить, дети-то они быстро, видимо. А с другой стороны, может, наоборот. Нет, нет, там быстрее взрослые обычно выдыхаются. Да, да, первые, наверняка, родители, да. И что делать, и что делать? Проголодались, если честно, посидеть. На стуле гвоздя, конечно, прикольно сидеть, но боюсь, что... Но недолго, да. Да, недолго, вот именно. Хотелось бы как-то отдохнуть, может быть? Во-первых, можно сходить на лекцию, да, можно сходить в лектории. Там проходят... Забавно, я бы даже представил. Как отдохнуть можно взрослым? Ну, вот здесь лекции. В лектории. А в Реде, если жить на Марсе, если там спят, сидят. Очень интересные есть лекции, дети с удовольствием их слушают, взрослые с удовольствием их слушают. Есть интересные мастер-классы, как раз, где вот это уже интерактивность, которая уже связана с экспериментом, там, в основном химическим. В мастер-класс тоже в нем участие можно прийти или посмотреть? Нет, в мастер-класс все у нас интерактивно, то есть дети там сидят, смешивают, все у них шипит в рамках, конечно, допустимого. Да, 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 там мало ли там, зашипится. Да, нет, нет, все это очень аккуратно проверяется. Кроме того, у нас есть отдельные, дополнительные выставки. Вот сейчас у нас идет выставка «Спорная территория». Это выставка, которая интерактивная тоже выставка, посвященная к царству грибов. Очень интересно, я думала, что я грибов знаю практически все, оказывается, нет. Откуда вы знаете все про грибы? Грибницы? Я люблю их собирать, там, люблю их есть, люблю их готовить, вообще, да. Тогда удивительно действительно, что вам нового еще там обнаружено. И знаю, почему нельзя есть хлеб с плесенью, но тем не менее, казалось, что грибы вообще такая очень интересная штука, и там просто часовая экскурсия, захлеб рассказывает наш экскурсовод замечательный. А хлеб с плесенью нельзя есть? Говорят, что он полезен. Нельзя, нет, это там, да, даже если небольшой кусочек плесни где-то есть, то там весь хлеб уже прожженный, в общем, это все не очень хорошо. Вернее, даже очень нехорошо. Почувствовал себя сейчас я. Вот. Это что касается дополнительных выставок, да. Кроме того, у нас есть кафе, где можно провести день рождения, можно просто посидеть, отдохнуть. У нас, кстати говоря, в кафе очень сложно пробиться во время, в обеденное время, потому что обитатели офисов, которые там вокруг музея находятся, они поводились к нам. На бизнес-ланч, как это называется. Надо сходить на бизнес-ланч. Поэтому, да, все наши сотрудники музея тоже считают, что надо либо до, либо после, иначе можно застрять в очереди. И, кроме того, есть магазин, где можно, как это называется, продолжить эксперименты дома. То есть можно заразиться этой идеей познания, да, прийти в магазин, купить там наборы, конструкторы, книжки. Кстати говоря, вот тоже интересно, мы когда обратились, мы когда собирали ассортимент магазина, обратились в издательство и говорим, что, товарищи, есть ли у вас книги Якова Перельмана? Они говорят, то есть, слушайте, есть, вот лежат, пылятся уже, заберите, пожалуйста. Мы их забрали, пожалуйста. Буквально в смысле, заберите, пожалуйста. Ну, как, за денежку, конечно, но тем не менее. Мы их забрали, и у нас они разлетелись буквально в неделю. И мы им позвонили, говорим, ребята, срочно печатайте еще. Они были в шоке, потому что... Они их давно забыли. Они их давно забыли, да, и все считали, что, ну, как же, детям это не нужно. А оказалось, что, на самом деле, все это нужно. Просто это нужно, как сказать, об этом напомнить. Конечно, надо просто объяснить им, что это нужно. Естественно, сами-то они вряд ли приняли инициативу. Нет, ну, это, конечно, родители покупают, но, тем не менее, родителям самим надо напомнить, что это есть, это вот интересно, это можно купить, а потом здесь с ребенком сидеть и проводить эксперименты. Ну, то есть, смотрите, помимо музея все же, да, можно говорить, у вас есть некие такие сопутствующие еще бизнесы, да, как общепит, как викторий, как еще... Ну, общепит — это не наш бизнес. Мы все-таки в пищевую сферу не полезли. Пока, пока я бы добавил. Контрагенты, да. Дело в том, что наша задумка была в том, чтобы создать место, где можно было бы прийти и, вот, как сказать, получить полный комплекс услуг. Спектр, да, совершенно верно. Там, выходного дня, не выходного дня. Ну, наверное, все-таки выходного, конечно, но вот я тоже представил, да, с утра с детьми, да, ну, куда мы пойдем? В зоопарк пойдем, ну, пойдем. А сейчас можно пойти в музей, и там, помимо, да, пользы можно еще и отдохнуть, можно развлечься. Причем билет действует целый день, то есть, можно прийти на экспозицию. Дорогой билет? Дорогой билет, 350 детский, 450 взрослый, это в выходной день. Ну, то есть, это дороже. Будет дешевле, да. Ну, еще есть там какие-то скидки, скидки на коллективные посещения, на экскурсии, там, т-т-т-т-т, то есть, это все тоже присутствует. Вот, важно, чтобы можно было пойти на экспозицию, потом перекусить, потом сходить на лекцию, потом там поболтаться где-то еще в магазине, потом сходить на мастер-класс. Вот все это время. Все это внутри, вот что самое главное. Все это внутри, да, выходя из приятного кондиционированного помещения. Это здорово. А в планах есть расшириться с точки зрения, ну, мы говорили о том, да, что завоевание регионов, да, среди стратегической задачи такой стоит. А есть ли в планах расшириться с точки зрения диверсификации бизнеса, что называется, заняться сопутствующими какими-нибудь вещами? Да, вот коллеги, коллеги мои, да, тут открыли недавно питейное заведение такое тоже с интерактивным уклоном. Это пивной ресторанчик, в котором, собственно говоря, в нем внутри варят пиво в самом. И, кроме того, там, я сейчас подробно, честно говоря, не проинформирована на этот счет, но там можно сварить пиво, насколько я знаю, самому. То есть, например, там, пиво сварила Наташа тогда-то в такой-то день, там, получить эти кеги с надписью, когда и что я там сварила. Диплом, да, диплом на стенку, можно сказать. Да, да, да. И вообще, там, достаточно, пивная тема, она же тоже очень интересная, тоже связана с дрожжами, с грибами, с процессами. Неожиданная связь мы такую, да? Но все-таки я бы, если позволите, Наташа, о другой бы связи сейчас хотел поговорить. Интерактив, да, и даже вот в неожиданном, на первый взгляд, вроде бы, месте мы нашли интерактив. И я сейчас вспоминаю, есть наверняка много других примеров, в частности, да, общепитовские какие-то, да, места, где при тебе, либо при тебе готовят, либо ты сам можешь приготовить. Вот, на ваш взгляд, да, эта тенденция именно связана с тем, что интерактив все более популярен и уже, ну, вот, в абсолютно неожиданных местах он появляется. Да, конечно. Ну, смотрите, вот, опять же, если проводить аналогию с поиском грибов, да, неинтересно, когда ты ходишь по лесу, и ни одного гриба нет, и ты ему мотался, там, в корзине два грибочка. И неинтересно, когда ты приходишь, и там этих грибов полно, и ты их режешь, и режешь, и режешь, и это уже какой-то тяжкий труд. Да, вариант неинтересен. Да, неинтересен. А интересно, когда вот ты там их высматриваешь, выглядываешь, там нашел, сам нашел, вдруг выскочил на полянку, вдруг там, вот, и мне кажется, что с интерактивностью примерно та же история. То есть уже все устали от рутины, да, когда ты должен готовить вечером дома обязательно, чтобы там всех накормить, да, и вот, иначе никак нельзя, потому что больше поесть негде, да. И все устали от ситуации, когда ты приходишь, там, мешком плюхаешься в кресло, и тебе там чего изволить, и начинают метать какие-то тарелки, да. А вот, на мой взгляд, интерактив — это какая-то ситуация соседняя, да, когда ты можешь, с одной стороны, так сказать, себя всяких там неприятной части мытья посуды избежать, да, исключить. И, тем не менее, поучаствовать в процессе и как-то так себя развлечь. Ну, и возвращаясь к идее интерактива, связанной, ну, в частности, вот, с вашим предприятием, да, то есть, опять-таки, вовлечение, да, посетителя, гостя, вовлечение в процесс, вот это, наверное, важно. Причем не важно, что это за процесс в конечном итоге, правильно? Да, и как раз дети на это очень хорошо реагируют, потому что им это очень интересно. Как альтернативу, ну, не будем вспоминать опять вашу коллегу, да, из Академического музея, которая пришла в ужас, мы уже ее поняли и даже простили в какой-то степени. Нет, разделили ее. Негодование разделили, да. Ну, поняли, действительно. Так вот, можно все-таки представить, да, ежели, допустим, похожая, да, на ваш музей история связана с тем, что интерактива там нет, а просто есть некий стандартный, да, экспонат. И вот ребенок с родителями точно так же пришел в поисках, да, новой истины какой-то. И вот он ходит, смотрит, 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 смотрит. Ну, долго ли это продлится, особенно если говорить опять о ребенке, да. Наверняка минут через 15 он уже устанет, несмотря на то, что это все интересно, это все познавательно. Устанет, потом через 20 минут захочет попить, потом через еще полчаса еще что-нибудь захочет и, короче, побыстрее оттуда улюзнуть. Это очевидно. А вот то, что, да, у него появляются там новые возможности, да, он не просто ходит, смотрит, он еще может потрогать руками и схватить, и побегать, и еще сам попробовать. И, соответственно, да, другой вектор сразу какой-то, да, открывает. Да, ну, на самом деле здесь тоже есть свои сложности, потому что иногда дети увлекаются вот этим процессом кручения, верчения и беготни, и не успевают воспринять суть происходящего. Ради чего все задумано, не просто дать возможность побегать и покрутить. Да, но тем не менее, я считаю, что странно ожидать, что эффект будет стопроцентным, да, то есть ребенок пришел на экспозицию, он прошел, он понял все, вот это дует, по каждому экспонату. Везде отметился, везде тест сдал, да. Да, ну, на самом деле, стараются везде отметиться, вопрос в том, что не всегда, как сказать, выносят из процесса этого эксперимента, собственно говоря, его сути содержания. Вот, но тем не менее, я считаю, что дорогу осилит тущий, то есть когда ребенок приходит, заинтересовывается, да, наукой, заинтересовывается познанием, заинтересовывается физикой, там, химией, анатомией, у него возникает вопрос там, а как же вот это вот работает? Работает, да, это главный вопрос. А почему я там держусь за трубочку зубами, а у меня внутри в голове звучит музыка, хотя музыку я не слышу, а это потому, что через зубы передается вибрация, и она передается в мозг, и он слышит музыку. Здорово, здорово. Наташа, огромное спасибо. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, Наталья Потапова, сегодня в студии бизнес-класса, соучредитель музея занимательных наук «Экспериментанием». Еще раз благодарю я вас, Наташа. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Хороших выходных до понедельника.